В работе круглого стола приняли участие судьи областного суда, следственные судьи суда номер 2 города Актобе, руководители правоохранительных органов, а также посредством видеоконференц-связи в онлайн-режиме были подключены председатели и судьи районных судов. Председатель Актобинского областного суда Мураткалия Китая отметил, что институт следственных судей в Казахстане начал функционировать с 1 января 2015 года. В рамках реализации ваннации 100 конкретных шагов с января 2016 года введение следственных судей передано дополнительно санкционирование еще четырех процессуальных действий, выемка, обыска, личный обысок и осмотр. Таким образом, круг полномочий следственных судей постепенно расширяется и на сегодняшний день, согласно действующим законодательствам Веспублик Казахстан, в полномочии следственных судей выходит санкционирование следственных действий по 16 вопросам. Постепенная передача следственных судей полномочий по санкционированию следственных действий свидетельствует, что институт следственных судей доказал свою эффективность на практике, что позволило повысить качественный уровень следствия. Следственная судья осуществляет деятельность, направленную на обеспечение недопущения необоснованного ограничения конституционных прав и свобод человека на досудебных стадиях уголовного производства. Круглый стол проведен по инициативе областного суда для обсуждения недостатков досудебного производства в целях недопущения их в дальнейшем, а также для выработки единой практики по разрешению вопросов, отнесенных к полномочиям следственного судей. Так как судебная практика показывает, что органами уголовного преследования в ходе досудебного производства допускаются нарушения требований законодательства. В ходе мероприятия судей областного суда Нурилей Саттыбаудиной подробно отмечены нарушения требований процессуального законодательства, допускаемые органами уголовного преследования, и раскрыты проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении следственным судью и вопросов санкционирования некоторых следственных действий. Я полагаю, что там должен быть надлежащий контроль. Проблемные недостатки, конечно, есть, и без этого. В части это, конечно, где-то без ответствия с отдельным проблемом, где-то человечество их автоматировали в умении. В том числе, как здесь остается правдой, поэтому, верно, по ним все это будет принято. Сроки, которые были перечислены в докладе, действительно имели место, да, действительно, мы их с нарушением сроков представили. В отношении виновных лиц, проводим служебного следа, привлекаем к государственному исканию и доводим до свидания всего личного состава, то есть следствие дознания. По итогам мероприятия участниками круглого стола были выработаны рекомендации по недопущению нарушений требований законодательства и разрешению проблемных вопросов, возникающих в ходе досудебного производства. Судебная практика свидетельствует о том, что в ходе досудебного производства органами уголовного преследования допускаются нарушения. В ходе проведения этого мероприятия были обсуждены проблемные вопросы, которые относятся к полномочиям следственных судей, а также были обсуждены факты нарушений, допущенных в ходе досудебного производства. Инкара Карашаева, Манджут Магомбетов, Казахстан.